Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Сегодня я покажу вам новый наряд для куколки Блайз, который я успела сделать в конце 2020 года. Фактически я его вообще доделывала 31 декабря. Если вы подписаны на мой инстаграм или группу ВК, то вы уже видели эти фото. Вот такая малышка у меня получилась, немножко в стиле Боха. В комплекте у нее тонкий свитерочек с ажурными рукавчиками, юбочка, сапожки на резиновой подошве, вязаные, шапочка с помпончиком и жилеточка с оторочкой беленькой. Получился очень уютный, милый наряд. Заказать такой наряд можно у меня в группе или написать мне в инстаграм. Также я оформила на него мастер-класс. Если вы умеете вязать на хорошем уровне, потому что мастер-класс не из легких, то вы можете приобрести его и сделать наряд для куколки Блайз своими руками. Сейчас я вам немножко расскажу про то, какую пряжу я использую, когда вяжу наряды для куколки. Чаще всего я использую слонимскую бобинную пряжу. Она вот такая тоненькая. По толщине, так чтобы вам сориентироваться, это примерно как две ниточки мулины вместе смотанные. То есть она очень тоненькая. И я беру ее в разное количество сложений. У нас купить ее очень просто. Она везде есть. Можно купить и намоткой бобинную, то есть в одну ниточку. Но чаще всего проще купить вот такими моточками. Здесь намотка идет в четыре нити, но они вообще не скручены, поэтому разделить их не составляет никакого труда. Цветовая гамма у слонимской пряжи очень широкая. Есть разные цвета, разный состав. Поэтому для меня это просто идеальный вариант. Вы можете использовать не только белорусскую слонимскую бобинную пряжу, а совершенно любую бобинную пряжу, которую вы найдете. Кроме того, если у вас вдруг в городе не находится такого магазина, где можно купить такую тоненькую бобинную пряжу, вы можете просто подобрать пряжу, которую вы в состоянии разделить на отдельные ниточки. Как вы знаете, пряжа бывает разной степени скрутки. То есть иногда нить скручена очень плотно, прям разделить ее просто невозможно. Очень сложно и много времени тратится. Но бывают пряжи, которые легко разворачиваются и разделяются на отдельные волокна. Например, есть некоторые хлопковые камтекса пряжи, которые я разделяла на отдельные волокна. Они тоже по толщине отлично подходят. Есть вот такая неко пряжа, я точно не помню ее название, по-моему, неко элит, что-то такое. Она достаточно так неплохо скручена, но если ее немножко покрутить, она тут же разваливается на отдельные ниточки. При желании ее вполне можно разделить. Видите, сразу хвостик весь распался. Понятно, что это может быть не очень удобно. Разделяй, разматывай. Но если у вас другого варианта просто нету, то потратьте время, часик, размотайте на волокна, на нужное вам количество ниточек, чтобы было еще вязать. Почему я обычно беру бобинную пряжу в разное количество сложений? Просто для наряда куколки, особенно если он как комплектик, мне нужна пряжа одинаковая по составу и цвету, но разная по толщине. Например, вот в последнем комплектике вот эту жилеточку, накидочку и сапожки я вязала слонимской пряжей в два сложения, то есть в две нити. сумочку я вязала в три нити, к примеру. Шапочку, она большая, потому что голова куколки была из крупной, поэтому ее я вязала в четыре нити. То есть вы видите как? Мне надо, чтобы пряжа была совершенно одинакового цвета, но при этом совершенно разной толщины. Сапожки и жилеточка вообще вдвое тоньше, чем, например, шапочка. Если бы я подбирала вот все три толщины из разных пряж, то это было бы практически невозможно подобрать пряжу одинакового цвета. Это просто нереально. Поэтому проще взять тоненькую пряжу и складывать ее в нужное количество сложений. Поэтому я покупаю вот такие моточки чаще всего и разделяю их на нужное количество мне нитей. В две, в три, в одну, во сколько мне нужно. Бывает пряжа еще разных других производителей. Итальянская очень хорошая. У меня есть такая черненькая, очень тоненькая, с эластаном. Я ее использовала, чтобы вязать носочки, чулочки, колготочки. Но по толщине она примерно вот как одна ниточка слонимской пряжи. Я еще добавлю здесь немножко такую схемку с текстом. Вы посмотрите, и вам будет удобнее подобрать для себя пряжу. Как связать вот такую сумочку в стиле Боха из этого наборчика. Я все подробно расскажу, покажу. Уверена у вас получится. Сумочка вяжется в три ниточки слонимской пряжи. Но сумочка это такой аксессуар, где толщина пряжи не так важна. Вы можете взять потоньше пряжу, сумочка будет поменьше. Возьмите потолще пряжу, сумочка будет побольше. Начинаем мы все с дна сумочки. Я сейчас вставлю здесь схемку. Нам нужно связать две детальки. Вот первые три ряда, которые вы видите на схемке. Нам нужно связать две такие детальки. Это стандартные овалы. И схема для них тоже стандартная. Поэтому тут я задерживаться не буду. Просто три ряда со схемы, чтобы получилась одна внутренняя деталька, одна наружная. Та, которая наружная, на ней оставьте ниточку, не обрезайте. Та, которая внутренняя, ниточку обрежьте. Закрепите кончик и обрежьте. Там ниточка нам нужна уже не будет. И дно. Вы можете его вырезать либо из картона, либо из пластика. Но я, конечно, советую взять кусочек пластика. Это будет надежнее. Итак, все детальки у нас есть. Теперь нужно их соединить. Дно нужно положить между двух частей. И обвязать по кругу. Сейчас я еще раз ставлю схему. Ряд красным цветом, который идет по краю. Вот это наш ряд, который мы должны провязать. Дно удобнее разместить между двух половинок, когда мы уже наполовину соединим две детальки. Поэтому я его пока отложу в сторону. И так, начнем с петли подъема. А потом будем обвязывать вокруг. Захватывайте две петли. Так, ровненько сложим. Захватывайте две петли. Своей наружной части. И одну петлю внутренней части. И вяжите по схеме. Там у нас идет два столбика без накида. Потом прибавка. Потом столбики без накида. Сейчас я провяжу большую часть. И вернусь к вам. Вот я провязала почти до конца. Здесь осталось отверстие. Теперь удобно вставить пластиковое донышко. Если, вставляя донышко, вы замечаете, что оно великовато, не влазит. То подрежьте немножко. Вот мы его вставили. И теперь я довяжу до конца. И наше донышко будет готово. Вот наше донышко. Я довязала ряд до конца. Вот так идеально оно смотрится. Ровненькое, плотное. Вот так оно выглядит изнутри. Видите, мы захватывали с наружной части обе петли. А с внутренней части только одну. Поэтому донышко получается вот такое. Нам это и нужно. Теперь, чтобы дополнительно еще укрепить край сумочки, мы провяжем ряд соединительными столбиками. Вот здесь по краюшку прокладываем соединительные столбики. Так мы еще лучше уплотним край сумочки. Вот наше донышко полностью готово. Я проложила вдоль края соединительные столбики 44 штучки. Оно получилось такое толстенькое, плотненькое. Все как полагается. Теперь будем вязать уже стеночки сумочки. Обратите еще раз внимание на схему. Начать вязать стеночки мы должны с вот этой точечки. Примерно вот здесь. На схеме посмотрите внимательно, где конкретно эта точка находится. В этой точке будет петля подъема первого ряда. И с нее мы будем начинать его вязать. Такое смещение необходимо, чтобы потом, провязав нужное количество рядов, наша убавка, которая будет сужать край сумочки, попала именно сюда вбок. То есть, вот видите, наша сумочка сужается кверху. Так вот, чтобы вот эти убавки, которые сбоку сужают нашу сумочку, попали именно в нужное место, нужно начать вязать именно с этой точки. Наш маркер будет смещаться из-за узора, и мы попадем в нужное место. Поэтому внимательно посмотрите еще раз на схему и начните свое вязание в точке А. Вот наша точка А. Я вытащила ниточку, провязала петлю подъема. И теперь по краю, за заднюю полупетлю четвертого ряда, именно за заднюю, мы провязываем столбики без накида, просто по кругу. Вот петлю подъема мы подняли, и 43 оставшиеся столбики провязываем. Мы провязали первый ряд наших стеночек обычными столбиками без накида за заднюю полупетлю. Это я вам еще раз напоминаю. Так, вот ряд закончился, я его закрыла. Теперь набираем 3 петли подъема и вяжем ряд столбиками с накидом. Я довязала ряд. Вот у нас ряд из столбиков с накидом. Теперь мы будем переходить к нашему узору. Тоже я здесь буду вставлять схему, как узор должен вязаться. На первые пару рядов я вам покажу. Так, начинаем мы, как всегда, 3 петли подъема, а далее мы будем чередовать 1 выпуклый столбик с накидом, 1 обычный. То есть делаем накид и за первый столбик нижнего ряда провязываем выпуклый столбик с накидом. Делаем опять накид и провязываем обычный столбик с накидом. Вновь делаем накид и вновь провязываем выпуклый столбик. И так чередуем до конца ряда. 1 обычный столбик, 1 выпуклый, обычный выпуклый. Вот наш первый ряд узора связан. Вот я довязала до конца, закрыла ряд. Теперь наш узор идет в шахматном порядке. Поэтому в каждом ряду нам нужно смещаться на 1 столбик вперед. То есть вот мы закрыли ряд, провязали соединительный столбик, ряд закрыт. Теперь мы провязываем еще один соединительный столбик, чтобы сместиться в следующую петлю и уже от нее начинать вязать следующий ряд. То есть в этот следующий столбик мы провязываем соединительный столбик. Вот мы сместились. Теперь мы набираем 3 воздушные петли начала нашего ряда и вяжем выпуклый столбик за вот этот следующий столбик. Теперь обычный столбик с накидом. Уловили суть, да? То есть в следующем ряду нам нужно обычные столбики с накидом провязывать в петли выпуклых столбиков предыдущего ряда. То есть вот в эти точечки сюда, сюда. А выпуклые столбики наоборот провязывать в столбики с накидом предыдущего ряда. И у нас получится шахматка. Получится именно вот этот вот чередующийся такой шахматный узор, который нам и нужен. В общем, главное не забывайте смещаться в каждом ряду на одну петлю. Сместились и вяжете. Опять сместились и вяжете. Так нам нужно провязать вот этот ряд до конца, который мы начали и еще один ряд. Сейчас я их провяжу и вернусь вам показать. Готовы. Ряды провязаны. Видите, как формируется узор шахматкой? Он такой рельефный. смотрится простенько, но красиво. И наш маркер. Видите, как смещался, в каждом ряду смещался. И теперь он там, где нам нужно. Мы начнем сейчас вязать ряд с убавками по бокам. И вы поймете, почему мы так начинали вот отсюда и оказались в этой точке. И почему это удобно и хорошо и правильно. Но для начала обратите внимание, у нас на сумочке есть декоративный шов по низу. Коричневой ниточкой я его делала. Можно этот шов, конечно, проложить, когда уже вся сумочка будет связана и готова. Но вы сами видите, что отверстие у сумочки все-таки маленькое. Не очень-то будет удобно прокладывать этот шов, когда сумочка уже будет довязана до конца и сузится до такого узенького отверстия. Поэтому я вам советую вот прямо сейчас, пока еще вы не начали сужать вашу сумочку, проложить по низу этот декоративный шов. Я обычно использую для такого шва стебельчатый шов. Если вы не знаете, как это делается, то я тоже вставлю здесь пару схемочек. Вот наш первый стежок. Теперь сразу вот следующий столбик берете. Хоп! Надеюсь, вам хотя бы немножко видно. Он довольно простой, этот стежок, но зато выглядит красиво, аккуратненько. Вот так прокладываете до самого конца. Прокладываем мы его между рядом, где вязали столбики обычные и рядом, где вязали столбики с накидом. Вот между первым и вторым рядом. Прокладываете по вокруг вот так. Вот я прошила декоративный шовчик по низу нашей сумочки. Можем возвращаться к вязанию. В следующем ряду нам нужно провязать две убавки по бокам сумочки. То есть, одна будет вот здесь, прямо в конце ряда, а вторая будет вот здесь, на втором боку. Начинаем мы вязать так же, как и вязали предыдущие ряды нашего узора. То есть, не забываем, мы смещаемся на одну петельку, набираем три петли, а дальше вяжем наш обычный узор. Нам нужно провязать девять пар узора, то есть, выпуклый столбик, обычный и так девять раз. Сейчас я провяжу и вернусь. Когда провяжем девять таких пар, мы как раз сместимся вот сюда к нашему боку и там уже будем вязать убавку. Вот мы провязали наших девять пар, то есть, вот наши петли подъема и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пар нашего теперь нам нужно провязать убавку выпуклым столбиком. Как это делается? Делаем накид, вот наша первая ножка, вот этот столбик пропускаем, следующий столбик, вторая ножка нашей выпуклой убавки, видите, и три петли вместе. Вот наша убавка готова. Дальше опять продолжаем вязать наш узор и тоже будет девять пар. Делаем накид и провязываем обычный столбик с накидом, опять накид и выпуклый столбик. И так девять пар. то есть практически до конца ряда. Итак, вот наша убавка сбоку и вот девять пар узора, которые я провязала. И теперь в конце ряда нам нужно провязать опять же убавку выпуклыми столбиками. 1 1 ножка 2 ножка 3 петли вместе. Все мы довязали. Закрываем наш ряд. Вот у нас получилось 2 убавки по бокам. одна здесь в самом конце ряда, а вторая вот здесь его серединке. Опять не забываем смещаться на 1 петельку. сместились. 3 петли подъема. Следующий ряд нам тоже нужно провязать с двумя убавками. Одну мы сделаем здесь, вот прямо над вот этой убавкой, а одну в конце ряда прямо над вот этой убавкой. Вот я вяжу следующий ряд. Набрала 3 петли подъема, 8 пар узора провязала и вот добралась до нашей убавки. Видите, вот здесь убавка, галочка предыдущего ряда и прямо над ней мы провяжем убавку этого ряда. То есть вот за этот столбик провязываем одну ножку, потом вот эту петлю, которая от нашей убавки нижней мы пропускаем и провязываем вторую ножку все соединяем и вот у нас получилась убавка над убавкой такая елочка или косичка по виду и выглядит красиво и убавку провязали все теперь вяжем опять практически до конца ряда и провязываем такую же убавку в конце ряда так вот мы провязали следующий ряд вот наши бабочки сбоку в виде елочки все вязать узором дальше нам не нужно у нас осталось два заключительных ряда следующий ряд это столбики без накида но здесь мы будем чередовать убавка столбик без накида убавка столбик без накида и так до конца ряда а следующий за ним ряд это ряд из столбиков с накидом сейчас я их свяжу и покажу вам вот я провязала наши оставшиеся два ряда вот здесь ряд был с убавками в итоге у нас получилось 12 убавок а следующий ряд столбики с накидом в итоге их осталось 24 штучки и наша сумочка приняла свою форму все мы здесь довязали ниточку можно закреплять и обрезать теперь нам осталось связать ручку для сумочки для этого мы набираем 23 петли одну петлю подъема и со второй от крючка петли провязываем 23 столбика без накида я сделала это за камерой потому что здесь ничего сложного нет теперь вот здесь в самом конце вот 23 столбика мы провязали теперь нам нужно развернуться и провязать соединительные столбики вдоль второго края поэтому в эту же петельку в последнюю мы провяжем соединительный столбик чтобы спуститься вниз вот мы его соединительный провязали а теперь соединительные столбики вдоль края благодаря вот этим соединительным столбикам она снизу уплотнится и будет лучше держать свою форму вот я довязала видите ручка стала более плотненькой лучше держит форму более красиво все осталось нашу ручку пришить к сумочке пришиваем здесь и здесь вот я пришила нашу шлейку все наша сумочка готова нам осталось только ее украсить вот здесь в ряду где мы вязали столбики с накидом между столбиками протяните коричневый шнурочек можно использовать даже ту же пряжу которую вы вот здесь вышивали просто возьмите ее в 4 в 5 сложений немножко скрутите и будет вам шнурочек как раз под нужный цвет я точно так же делала вот протягивайте между столбиками и на кончики прикрепите бусинки и будет у вас готовая сумочка для вашей куколки надеюсь более-менее в мастер-классе все было понятно вам и у вас все получится вязать на камеру очень сложно что-то у меня совсем не получается крючок цепляется за все подряд в общем совсем как-то это все сложно я потратила много времени так что буду благодарна вам за лайк за комментарий пробуйте связать делитесь потом успехами как у вас получилось